Музыка Так, пошла запись Еще один фильм 3000 какой, я уже не помню Но останавливаться нельзя В последние годы У меня были настолько разные климаты От совершенно холоднючего, мокрого совершенно лета Что Лондон и Петербург бы позавидовал Так, вот До дикой жары под 40 5 месяцев без дождей Апрель, май, юнь, юль, август Потом в сентябре несколько маленьких дождей Когда почва промакивалась на 5 сантиметров Не больше И снова весь октябрь без дождей И ноябрь пока без дождей И без снега Один раз снег выпал толщиной один палец То есть не вертикальный палец А горизонтальный палец Вот получается так, что я хочу, чтобы вы, видя мои фильмы Сравнивали со своим климатом Вот напротив нас Вот кто видит Болтается белая тряпочка Мы сейчас к ней подойдем Вот Она там неспроста болтается Я вас интригую Но начну я с другого Что еще тут видно на камере Вот То есть В этом глазке я вижу Я вижу Вишню Сибирскую штамповую Корневой отводок Но мы ее проходили На ней до сих пор висят вишни Уже мумифицированные Вот Вишня в правом нижнем углу Она мертвая Я специально Всегда акценты делаю Скажите Железо у тебя вишня погибла Да не у меня Она погибла еще до 2015 года Весной 2015 этот участок стал моим Здесь уже росли мои деревья Не зря же мы соседи Вот Но вишню Она была загублена Вот Если видно А может не видно Короче на ней Висит шланг Этот шланг Бывало по несколько часов У моего соседа работал Вот На что выносливая вишня Она самая выносливая На влагу Все таки он ее уничтожил Но я ее использую Как Ну наверное как экспонат Учебный экспонат Приезжает ко мне Я говорю Вот видите А вы говорите поливать Надо ли поливать И вот этот год бесполива Он особый Потому что Такого бесполива Еще никогда не было А этот 39 год Моей деятельности В качестве Садовода Уже даже не дачника Да у меня справка есть О Я фермер настоящий Хотите печать вам поставлю Куда нибудь Ко мне приезжали девчата На производственную практику Как их отпустили Железову Вот Сомска отпустили С университета Одну Матвеева и Юлиева Из Красноярска Отпустили Те сами напросились Вот А их держать не стали Пожалуйста Может правда Что-то научат И научил Сейчас это две Прекрасные дамы С таким объемом знаний И уже достижениями Что Несколько лет И все Их коллеги Уже могут это Начать напрягаться Ведь Это что творится такое Несколько лет назад Студентки И вдруг На тебе Такие достижения И все это В этом саду обучено И вот я Продолжаю Это обучение Значит Смотрите Особый год Еще в чем заключается У нас Абсолютно Морозостойкие корни У нас Был год Один Даже два Когда до нового года Вот такая же почва была Как сейчас А снега не было А мороз был 35-38 До нового года Должны были Замерзнуть Все корни У всех деревьев Они не замерзли Почему Правильно Вы уже знаете Многие знают Уникальный подбор Морозостойких Подвоев Ну и что Ведь все же знают Что на Сибирку Нельзя привать Культурные Несовместимые Нельзя привать Сливу На эти самые На китайские сливы Нельзя привать Европейские сливы Особенно венгерки Ведь они же Совершенно разные Видны Настолько разные Что И рядом Поставили Это все разное Прекрасно Преживаются Вон она Если видно Там В правом углу Чуть-чуть видно Эту самую Грушу Мою Уссурийскую Дикую Уссурийскую Грушу Вон она Внизу В общем В самом левом углу Вот В морозостойче Ничего не бывает Это Уссурийская Дикая Груша Вот Яблоня Сибирка Но Культуренная Слегка Иначе бы не было Совместимости Преодолел же Этот момент Да Несовместимость Сделаем Совместимость Сделали Вот Абрикос Манчжурский Абрикос Он же Из тайги Из дикой Вон они Пожалуйста Кстати Прямо Перед вами По центру Вон абрикос Растет Посмотрите На те приросты Которые он дает Его За Вот Переди Абрикос Он дал побег Последний Я его специально Выделяю Два с половиной метра А за ним Он тот Там Покороче До двух метров Вот Ну мы сейчас Подойдем Смысл-то в чем С одной стороны Невозможно Посмотрите Сюда Вот это я сейчас Бочки взял Вот Видели Вы скажете Господи Какой климат Благодатный Ага Вот это я сейчас Взял с бочки Вот Если бы я не Пользовался Абсолютным доверием Сейчас пришлось бы Ити Вон она Бочка От меня Примерно В четырех метрах Показать Что я оттуда Лед взял Да где бы я еще взял Не из морозилки же И вот получается Что Минусовая температура Трава все еще Зеленая Вот Снега нет Вот Страшновато Показали Аж позавидовал Ну им-то нелегко У них завалило дороги У них авария на дорогах Вот Это самое У них уже там Пункты оказания помощи Вот А здесь Красотища Даже гололеда нет Один день был Галилет И аварии были Но тут же Снег и растаял Вот И вот получается Что А еще одна крайность Ну пожалуйста Сравните со своими Итак Дикая засуха Так Вот И наверное Мы приблизимся К этим абрикосам Потому что Я еще раз хочу подчеркнуть Абрикосы Благодать такая Что если у вас Даже не будет Где нибудь на участок Знаете как бывает Посреди голубого места Участок Ни дорог Ни электричества Естественно Ни насосы Воду качать Ни даже С ведра Воду не набрать Бывает до воды 10 и 20 метров Если колодец Вкапать Вот Что можно садить Правильно Можно садить Абрикосы И Использовать Еще абрикосы Для того Чтобы на них Привить Например Сливые персики Видели Старасов У меня Еще увидите Значит Особое внимание Сейчас Агротехники Значит К сожалению Я вынужден сказать Обратите внимание Кстати Что такое Пожелезово-маточный сад Вот Сильнейшая Обрезка Сильнейшая Посмотрите Видели И Кстати Тут у меня Это Слива Привита Вон она Ой Ну нельзя Отвлекаться Все Все Про сливу Молчу Вот Так вот А ну да Я же начал Что на абрикос На абрикосы На абрикосы Привем сливу И пожалуйста В самых сухих местах И без полива Раз Ну может При посадке полить Потом И персик Слива И персик И сами Абрикос На абрикос Так вот Посмотрели На это чудеса Видите Посмотрите Приросты Какие Скромные Вот эта венточка Появилась В середине лета Это не значит Что отсюда Надо мерить Вот оттуда Надо мерить Это Но ему Я его привил 2000 Посадил Привил на 17 Году Сейчас 22 Вот он Так выглядит Но Особое внимание Вот этому абрикосу Сейчас объясню Почему Ну Грешен Вот Шланг А кстати Вон она бочка Вон она А то скажете Что Где же я Вот это вот Что у нас Морозов не бывает Меня уже Задолбили этим Что у нас Морозов не бывает Вот она И вот она Опа Видели Посмотрели Полюбовались Какая у нас погода Идем дальше Итак Полив рядом Уничтожена Вишня Ну что ж Сделать Уничтожена тем Что Ну понятно Как Включили насос Сразу не выключишь Вот Я уже в 15 Году Когда я купил Ту сейчас Он уже мертвый был Вот Вот эти вот Абрикосы Мои Два Он купил А третий Я подарил Подарил И оказался лучше всех Вот Но он их увесил Будь здоров Ох как он их увесил Они ему мешали У меня Кстати Сегодня воскресенье А завтра Седьмое Понедельник У меня вебинар И я покажу Там одну Такого специалиста Ох Какого специалиста А вот две ветки Не имеют права В одном направлении Расти Одну уничтожить А вот У меня Мужа Спина болит Вот это Вначале До пятидесяти Уничтожить Потом уже Шестьдесят Цифр Наконец Восемьдесят Штамп делать Представляете Я бы здесь Штамп бы сделал Что бы я бы имел А Вот Восемь сантиметров Штамп где был бы Вот тут вот Вот И что бы это было А вот такое Дерево Как раз Предназначено Для севера Меньше Обжигает Зимние Морозы Вместе с Ветрами Ну и далее Главное Что вот здесь Не ел Страшных ран Вот Конечно Обрезка На Чтобы сделать Вот такое Дерево А это Благодатное Дерево Сейчас Объясню Почему Напоминайте Здесь Примерно Тридцать Веток Сейчас Объясню Чуть позже Но мне Надо порядок Соблюсти А вот Это вот Когда я Обрезал Она начала Загибаться Видите Загибается Это из-за Предыдущих Обрезок Но В целом Дерево Живо И оно Никогда Не Я ни разу Не видел Ни одного Заразного Абрикоса Из своих Сотен Из чужих Тысяч Во всех Я тут побывал В сотнях Садов Вот Не видел Никогда Ни одного Заразного Заразу Эту придумали Вот это бы Посмотрели Вот сделай Крупный план И уже бы сказали Срочно Срочно Магазин За фунгицидами И давай Травить Калечи Давай травить Калечи Но мы Сейчас О другом И ладно Перескакиваю И так Вы видите Великолепные Росты Что я Получил Буквально Позавчера Привет Приятель Я Никогда Не это самое Лишь Не говорю Короче У меня Было Куплено Заплачено Пришло Ко мне Перевод 30 тысяч Рублей Я уже Сидел Без денег Вот Косточки Не покупают Совсем Приуныл А до обрезки Еще далеко Первое морозо Это еще не морозо Пока не будет 10-15 градусов Стабильных Я резать не буду Я считаю Что рано Вот сейчас Резать нельзя Они вроде бы И спят А вроде И не спят А то есть Сейчас Деньги получены И человек Заказал 150 Веток 5 сортов Абрикоса 5 по 30 Вот По 200 рублей То есть Я не собираюсь Скидывать цену Потому что Я сейчас Это дерево Когда А тут как раз Перемены 30 Есть Да И вот Один из 5 Роскошных Сортов Так Он будет Уничтожен Фактически Когда я буду Это отрезать Видите Он будет Уничтожен Вот Не так уж Много Получается В общем Это и есть Цена Того что Дерево Это получается 30 умножаем На 26 тысяч рублей Так 20 200 на 30 6 тысяч рублей Да Вот И все И дерева Считайте Нету У нее В следующий раз Это я уже Так делал Видите Это учеба Друзья Видите Чем кончилось Видите Кругом Веточки Отрезаны Вот так Вот Это не зараза Ниже не пойдет Но потом Каждая ветка Вот такая Вот Когда я обрежу Вот эти вот Тоже станет Вот такой вот Это страшная правда Спасти могли бы Теплые зимы Но вы знаете Что такое Теплая зима В Сибири Вот Это Все равно На холоднее Средней зимы По Волжье В Нечерноземье Вот На северо-западе Все равно Холоднее И вот Получается Так что Я Хотел сказать Что Уже заказано 150 Я был вынужден Взять предоплату Вот У меня уже заказов Штук 50 Я не знаю Что я буду высылать Я ни одному Не обещал Я единственное Взял деньги Эти 30 тысяч Я всегда Честно И правду говорю Меня Никто никогда Не поймает Как те Вон последние Вон последние Два фильма Посмотрите Они Вот только Сегодня же Шестое Пятого Вчера были Выложены Моим братом Два фильма Моих Вот Которые Называются Фермер спрашивает Откуда дровишки И не я Человек рассказывает Горькую правду Наверное Когда он Все Вот это Где-то 1200 Односаженцы Нету сада 1200 Выложил Это какая Была Огромная Работа Проведена А потом Все это В костер Представляете Ну вот Я Грешен Я впервые Единственного Чека взял Предоплату Остальным Ничего не обещал И что будет Дальше Приедут Бить Наверное Будут Я еще Не знаю Но у меня Именно Абрикосовых У меня Много Черенков Я всем Говорил Много Но вот Это Сразу 150 Это Чересчур Вот что мы имеем Теперь мы Это Да я Всегда Выкладываю То что есть Это не мое Личное дело Ребята Все что я сказал И про деньги И про спрос И про это самое Про проблемы Это не мое Личное дело Чек 200 тысяч Почти Без баллов Или А может даже больше А еще труда Сколько Выложил За что За это Дрова 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 Я эти два Фирма назвал Это его исповеди Я их назвал Откуда Дровишки Вот Как он Поверил им Всего меньше Года Меня знает И теперь Уже Не попадется На эту И вот Смотрите Еще немножко Агротехники Сейчас посмотрим Может это Другой же Фильм будет Вот А давайте Так Мы Поговорили На этом Закончили А дальше Агротехника Назовем Это будет Серия За номером Два Агротехника